У пациентов, перенесших операции на клапанах сердца, может возникнуть необходимость выполнения повторных мешательств. Подобные ситуации встречаются редко, и не каждый хирург берется за это дело. Ведь риски очень высоки. Однако значительный толчок в развитии здравоохранения показывает хорошие результаты. Сложную уникальную операцию 54-летней пациентки, которая уже перенесла хирургическое вмешательство 9 лет назад в Индии, провели в столице. Репортаж Камилы Иногамовой. Подобную операцию даже опытные практикующие кардиохирурги называют высшим пилотажем. Раньше об этом наши специалисты знали лишь в теории. Теперь практика таких вот вмешательств освоена на 100%. На операционном столе Хматой Юлдашу. Проблемы со здоровьем врачи выявили у нее много лет назад. Но тогда подобные операции не проводились у нас в стране. И спустя 9 лет ей снова необходима сложнейшая операция. У меня врожденный порог сердца. Об этом диагнозе я узнала в 45-летнем возрасте. Тогда в нашей стране никто не брался за такую операцию. И мы вместе с супругом поехали в Индию. На тот момент у меня пропали все проблемы со здоровьем. И мы думали, что этот недуг остался в прошлом. И вот недавно меня снова начали мучить одышка, быстрая усталость и другие симптомы. Перед проведением операции врачи тщательно провели осмотр пациентки и подготовили ее. Если в первый раз, чтобы добраться до сердца, у хирурга уходит 25 минут, то при повторной операции это может уйти и 3, и 4 часа. Реконструкция ментального клапана сердца – одна из самых безопасных операций. Но сегодня иной случай у пациентки – это второе кардиохирургическое вмешательство. И данная операция может длиться до 12 часов. После проведения данной операции у пациентки пропадают такие симптомы, как отеки ног и восстановится ритм сердца. Пациентка к нам поступила с недостаточностью ментального клапана. Таких больных очень часто встречается. Но повторные операции после стернотомии, такие больные очень редко встречаются, потому что они либо боятся и уезжают куда-то за границу делать операцию, либо никто не берется за этим. Операция проводится исключительно нашими специалистами. Такие операции проводятся очень редко. И это большой риск не только для пациента, но и для хирурга, который смело берется за такую работу, требующую ювелирного мастерства. Вот видите, мы вот миллиметр за миллиметром потихонечку выделяем сердце от окружающих тканей. Дифференцировать сердце и сосуды, и окружающие ткани не удается. Это самый важный и трудный этап данной операции. Любая операция – это всегда риск. На этот раз все прошло успешно. У пациентки были два врожденных порока и недостаточность метрального клапана. Две сложные аномалии в метральном клапане, которые в сочетании шли. С годами это потихонечку прогрессировало. Недостаточность метрального клапана достигла третьей-четвертой степени. Пациентка обратилась к нам, мы ее обследовали, взяли на операцию, сделали повторную операцию. Поменяли ее метральный клапан, поставили механический клапан искусственный. А послеоперационный период протекает гладко, состояние удовлетворительное. Вот сегодня уже начала ходить. Слава Богу, все хорошо. Я очень благодарна нашим врачам. Когда я обращалась за помощью, многие не хотели браться за такое дело. И перед операцией я была уверена, что все пройдет хорошо. Так что впереди, я надеюсь, много счастливых дней. Риск проведения таких операций достигает 30%. И квалификация врача, созданной возможности в стране совершенствования системы здравоохранения, вернули еще одну пациентку к полноценной здоровой жизни.